Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы начинаем прямую линию с министром национальной политики Республики Коми Романом Носковым. Роман Вениаминович, здравствуйте! Добрый вечер! Добрый вечер! Я процитирую. Почему-то Сыктывкар слабо ассоциируется со столицей Коми. Если сравнить с Мари-Эл или Казанью, то наш Сыктывкар смотрится совсем блекло. Не видно особенностей Коми национальной культуры. Край наш многонациональный, богатая республика и есть что гостям показать, считают авторы обращения. Однако строение безликие, никакой национальной символики почти не видно. Министерству нужно продумать и предложить правительству Коми единую концепцию по размещению Коми национальной символики или отдельных элементов наших достопримечательностей на объектах, которые сейчас строятся, и зданиях, скверах и парках. Ведется ли работа в этом направлении? Спасибо за предложение. Я бы не совсем согласился с автором вопроса, что Сыктывкар выглядит как-то блекло. Этот вопрос достаточно давно поднимается. Поднимается в том числе общественными организациями, в частности, межрегиональным общественным движением Коми-Войтер. В свое время мы адресовали такой же вопрос Министерству архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми. Но с моей точки зрения нельзя сказать, что нет национального орнамента в сегодняшней стилистике, архитектуре города Сыктывкара. Давайте посмотрим на наш новый стадион реконструированный. Все цвета выполнены на трибунах в форме Коми-флага. Я думаю, что это заметили. Фасады исполнены в Коми-стилистике. Прекрасная площадка, которая открылась у нас перед стадионом. Если вы обратите внимание, там тоже присутствует Коми-стилистика. Тут, наверное, нельзя как-то всем дать задачу, чтобы на всех новых зданиях появились какие-то наши узнаваемые символы. Потому что, во-первых, заказчики разные. Где-то это государство, где-то это частные инвесторы. А во-вторых, с моей точки зрения, не обязательно где-то на Большом доме символику нанести. И это будет выражать отношение к национальному орнаменту. Его можно выразить в совсем других вещах. В заборчиках, в тротуарах. И мы с вами видим сегодня, я думаю, что это нельзя не заметить, что эта символика проявляется. Кроме того, вопрос о двуязычии часто звучит, тоже и общественными организациями задается. Сегодня задача поставлена, чтобы и воздушные ворота нашей столицы, столицы нашей республики, на железнодорожном вокзале объявления звучали на двух государственных языках нашей республики. Кроме того, думаю, что жители обратили внимание, что в некоторых магазинах, а это наши известные сети, в том числе, появились надписи продуктов и на коме языке. Это только можно приветствовать. И мы приглашаем всех присоединиться к этому. Поэтому это не так сложно и затратно, наверное, с моей точки зрения, а в то же время будет иметь очень хороший эффект. Ну и социальная реклама, которая тоже может быть на государственных наших языках, это тоже элемент национальности нашей республики, с моей точки зрения. Каким образом Министерство национальной политики Республики Коми поддерживает национально-культурную автономию в Ухте? Ну, одна из наших ключевых задач – это вообще поддержка национально-культурных автономий не только в Ухте, а во всей республике. И поддержка осуществляется по нескольким направлениям. Наверное, в первую очередь стоит отметить поддержку национальных праздников, национально-культурных автономий. Их вообще зарегистрированных у нас в республике более 20 по Ухте, если память не изменяет, тоже, наверное, около этого. И, как правило, наиболее активные автономии ежегодно проводят свои национальные праздники. Поддержка этих праздников, в том числе финансовая, это тоже задача, которую выполняет сегодня Министерство. В частности, в Ухте проходится Бантуй, который министерство поддерживает. Это очень интересный проект. В прошлом году грузинская автономия идею придумала и реализовала ее. Это был праздник Георгоба, который проходил и в Ухте в Сахтовкаре с привлечением большого количества и коллективов, и людей. Очень интересный проект. Более 400 тысяч было автономии получим на реализацию этого проекта. Другое направление – это приглашение автономии не только ухтинских, но и всех в республике, повторяю, на те мероприятия, которые организует сегодня Министерство национальной политики, как правило, вместе с Домом Дружбы Народов. Посмотреть, если в течение года таких мероприятий достаточно много, и на самые интересные, значимые, с участием интересных спикеров мы, как правило, всегда автономии приглашаем. Ну и кроме того, ежегодно у нас проходит конкурс для автономии в том числе, да, некоммерческих организаций. Конкурс проектов, на него мы планируем, ну, около 2 миллионов рублей ежегодно. Участие в конкурсе, как правило, ну, очень такое активное, конкурентное. И, насколько я помню, сухты тоже побеждали в этом конкурсе национальной культурной автономии. Роман Вениаминович, следующий вопрос от жителей Ижимского района. Там много храмов, которые требуют реконструкции и ремонта. Предусмотрена ли грантовая поддержка по восстановлению храмов, и если да, то на каких условиях? Ну, как раз в Ижимском районе сейчас выполняются работы по сохранению уникальной колокольни деревянной в Мошьюге. И это удалось благодаря совместной работе и Министерства национальной политики, и Управлению по охране объектов культурного наследия. Ну, в первую очередь, в этом плане хочу сказать, что бюджетная поддержка без включения объекта в объекты культурного наследия невозможна сегодня. Учитывая, что процедура включения в этот перечень, она достаточно сложная, регулируется она федеральным законодательством. И не только сложная, но и очень долгоиграющая, и стоимость экспертизы, которая требуется для того, чтобы признать объект объектом культурного наследия, она достаточно дорогостоящая. Кроме этого, экспертов очень мало, они отсутствуют, их надо приглашать, и на них очередь своеобразная. То получается, что за счет бюджетных средств очень немного объектов могут попасть в реконструкцию или в ремонт. Сегодня таких объектов по Республике три, это два в Кайгородском районе, один в Искуломском, если не ошибаюсь, но еще один объект запланирован к включению, это храм сели Ижма. Учитывая количество объектов, которые требуют реставрации либо ремонта в Республике Коми, мы понимаем, что сегодня задача очень большая стоит в этом плане, потому что очень многое количество объектов требует сегодня существенного ремонта. Поэтому одним из путей решения вопроса, кроме бюджетного финансирования, который я, как сказал, достаточно сложен в реализации, может быть привлечением небюджетных средств. Это и гранты ресурсодобывающих компаний в тех регионах, в тех районах, где они работают, они, как правило, помогают при реализации таких проектов. Либо участие в федеральных грантах, они тоже есть, которые предусматривают возможность реконструкции и ремонта религиозных объектов. И, кроме того, если говорить о республике, ежегодно через Министерство экономики разыгрываются гранты также по 12 направлениям, в том числе, возможно, подача религиозных организаций на какие-либо работы. Спасибо. Вопрос в общественную приемную поступила от жительницы Юстидора Нина Ивановна. В Инте проходит праздник оленеводов Терепкер, который пропагандирует национальную культуру и труд оленеводов, обращая внимание на традиционные формы хозяйствования. Какую помощь может оказать Министерство национальной политики, чтобы праздник расширил свои масштабы? Ну, финансовая, наверное, имеется в виду помощь. В части финансовой помощи Министерство, кроме того, что я упомянул о проведении конкурса на реализацию проектов некоммерческими организациями, мы ежегодно принимаем участие в реализации проектов народного бюджета. Вот рекомендую совместно с администрацией запланировать. В 2023 год уже не успеют, время уже ушло, а на 2024 год в качестве проекта народного бюджета. В этом случае Министерство сможет оказать поддержку. С 2023 года сумма по одному проекту составляет у нас до 500 тысяч рублей. Следующий вопрос будет задан в формате видео. Давайте посмотрим. Здравствуйте, Роман Вениаминович. Меня зовут Велена. И у меня вот такой вопрос. В городе Сыктывкаре состоялся слет дружбы народов Северо-Западного федерального округа. Это первая подобная практика в России. Расскажите, какие мероприятия прошли в рамках этого слета в Сыктывкаре? Каким-то образом задействовали молодежь? Спасибо за вопрос. Он мне очень интересен. Спасибо. Во-первых, идею слета озвучила Галина Ивановна Габушева, заместитель председателя правительства Республики Коми, которая долгое время работала министром национальной политики. И в течение четырех, наверное, месяцев шла подготовка к нему. Учитывая, что мероприятие было первым подобного рода не только в нашей республике, не только в Северо-Западном федеральном округе, но и в России, мы встали перед необходимостью решения очень многих вопросов и проблем. По прошествии слета, а он состоялся 22-23 февраля, можно сказать, что, ну, в первую очередь по отзывам участников, что первый, блин, не вышел Комом. У нас участвовало из 11 субъектов 9, если включать Республику Коми. И по отзывам участников встреча была полезной для всех сторон. Мы постарались привлечь экспертов федерального уровня. И спасибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу. Светлана Константиновна Смирнова, руководитель Совета Ассамблеи народов России, приехала к нам, присутствовала. Дина Савельевна Грамотикопола, ее заместитель в формате онлайн-лянги, Маргарита Орбитовна участвовала. Мы для каждой площадки, а их было в рамках слета 3 организовано, подготовили аудиторию, которая была как раз настроена на работу на этих площадках, в том числе одномолодежная аудитория. И каждая из аудиторий не только слушала экспертов и обсуждала какие-то вопросы, но и подготовила предложения в рамках своих обсуждаемых вопросов. Эти предложения мы сейчас сводим в единую резолюцию слета. Надеемся, что вскоре она появится. И доказательством того, что идея слета востребована стала, стало то, что полномочный представитель в Северо-Западном федеральном округе озвучил идею о проведении таких слетов ежегодно в Северо-Западном федеральном округе. Мы надеемся, что это будет. И сама идея будет продолжать жить. Мы тоже на это надеемся. Мы идем дальше. Общественники Княжпогодского района спрашивают, возможно ли открытие на базе местного центра национальных культур воскресной православной школы для детей. В обращении отмечают, что на заседании районного совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям говорили об актуальности православного обучения. Создание и функционирование православной школы регулируется определенными нормативами и регламентами. Есть сайт православного образования, на котором в том числе и само положение о создании и функционировании воскресной школы есть. Есть стандарты, которые необходимо применять при реализации проекта по функционированию воскресной школы. Необходимо просмотреть, все ли условия, которые там будут прописаны, возможно будет выполнить в этом учреждении. Одним из первых встанет вопрос заключения договора аренды, поскольку религиозная организация должна арендовать либо иметь собственное помещение для этого. Одним из основополагающих вопросов при создании воскресной школы является то, что решение о ней принимает настоятель. Учитывая, что это будет в учреждении находиться, тут надо вести совместную работу с администрацией муниципального образования и религиозной организацией, которая находится непосредственно в Книжпогосте. Если есть необходимость, либо в консультации, либо в каком-то совете, мы готовы подключиться. Консультацию можно получить через официальный сайт? Или каким образом люди могут... На официальном сайте можно посмотреть всю нормативную документацию. Если какие-то есть, может быть, какие-то архивы вопросы, мы готовы участвовать в решении этого вопроса. Спасибо. Следующий вопрос поступил из Визинги. Интересуется Альбина Николаевна. В начале августа в Доме дружбы народов Республики Коми открылась интерактивная выставка про героев, посвященная героям России, отдавшим жизнь за Родину. Планируется ли выставку показать в районах нашей республики? Спасибо тоже за вопрос. Действительно, выставка очень интересная. И реализовывать проект нам необходимо было в очень-очень сжатые сроки. Инициатором проведения выставки выступил Дом народов России и Федеральное агентство по делам национальности Российской Федерации. Учитывая, что сегодня показ этой выставки планируется по всем субъектам Российской Федерации, к сожалению, выставка только в течение одного дня, одних суток, ну, можно сказать, что двух суток находилась в городе Сытовкаре. Мы обращались к организаторам выставки с просьбой рассмотреть возможность на более длительный срок оставить ее в Доме дружбы народов, но, к сожалению, этого не получилось, поскольку у них сегодня график крайне плотный и он расписан уже был на несколько месяцев вперед. Ну, в связи с этим хочу сказать, что есть виртуальная эта выставка, она есть в интернете, надо набрать дань героям, она называется. Там она представлена в интерактивном виде, все те герои, которые были здесь на выставке представлены, они там есть. Более того, нажимая на рамочку каждого из героев, можно узнать его биографию, можно узнать обстоятельства, при которых он стал героем России, можно поместить его к себе в качестве аватарки, ну, использовать, в общем, во многих направлениях. Поэтому, ну, предлагаю посмотреть там эту выставку. К сожалению, вот в виде передвижной выставки не получилось у нас организовать ее по Республике Коми. Очень жаль, на самом деле, но хорошо, что у нас есть возможность посмотреть это все через интернет. Благодарность у нас есть из комментариев ВКонтакте. Инга Сидорова передает вам большое спасибо за поддержку и внимание к наследию Республики Коми. Спасибо. Спасибо ей тоже. Она очень неравнодушный человек. Это руководитель землячества Коми в городе Рыбинске. Тоже большое количество проектов организовала. В прошлом году делегация от Республики Коми туда выезжала. Сейчас она очень озабочена и старается выстроить работу по поиску могил наших известных соотечественников. Спасибо ей тоже огромное. Очень приятно осознавать, что у нас в Республике есть такие люди. А я напоминаю, что вы тоже можете присоединиться к нашей беседе. Сделать это можно либо через комментарии ВКонтакте, либо по номеру, который вы видите или видели на экране. Прямо сейчас мы ненадолго прервемся. Не переключайтесь. Это прямая линия с министром национальной политики Республики Коми Романом Носковым. Роман Вениаминович спрашивает жители Усинска. Планируется ли увеличение финансирования на фестиваль «Пасха красная» в 2023 году? Это позволило бы увеличить количество участников? Уникальный фестиваль, хочу сказать. И проходит неизменно он с большим количеством участников и очень большого внимания всех людей. Вообще спасибо за организацию такого уникального и хорошего фестиваля. Пользуясь случаем, хочу низкий поклон передать Владыке Марку. Он всегда самое живое участие проявляет при подготовке этого фестиваля. Но в 2023 году, к сожалению, не получится у нас увеличить финансирование, поскольку у нас уже цифры на 2023 год расписаны и практически утверждены на сегодняшний день. Но всегда есть возможность привлечения внебюджетных источников финансирования. Я считаю, что здесь тоже можно над этим поработать к следующему фестивалю в 2023 году. Вопрос из Ударского района. Будут ли в 2023 году Министерством национальной политики Республики Коми объявлены грантовые конкурсы для некоммерческих организаций, муниципальных учреждений этнокультурной направленности? В частности, авторы интересуют, будет ли продолжен конкурс проектов «Этноинициатива». В какие сроки, этапы будут проводиться? Подробнее расскажите про это. Меня очень радует этот вопрос, поскольку «Этноинициатива» вызывает неизменно большой интерес среди учреждений, муниципальных учреждений. Конкурс обязательно будет в 2023 году. Тема будет молодежная, пока так скажем. В марте примерно 2023 года будет объявление о начале этого конкурса. Для сравнения могу сказать, что в 2022 году около 25 проектов было представлено на конкурс. Но учитывая, что денег не очень много, там 500 тысяч до 100 тысяч на один проект, мы отобрали 6 проектов в 2022 году. Ну вот они, хотя все проекты абсолютно интересные, мы очень долго сидели и очень долго спорили, какой из проектов имеет какую изюминку. Они все были, можно сказать, неравнодушно очень составлены, с любовью к своему муниципальному образованию. Все старались какие-то интересные идеи притворить в проект. Спасибо всем огромное за участие. Хочу тоже, пользуясь случаем, передать. Мы обязательно объявим проект и надеемся, что не меньшее количество участников, чем в этом году, будет принимать в нем участие. Ольга Николаевна, учитель начальных классов из Карткировского района, интересуется, обновлялся ли в последние годы печатный комисловарь? Печатный комисловарь, он в абсолютно актуальном исполнении находится в магазине Орды. Кроме того, есть электронные словари, кроме того, есть словари с возможностью изучения коми-языка в произношении коми-слов. Есть очень интересные ролики Центра инновационных языковых технологий, которые у нас придумают дружбу народов. Там прямо в виде мультфильмов рассказывается, как говорить и как произносить коми-слова. А если печатным, то это магазин. То есть на сегодняшний день даже есть такой электронный коми-русско-русско-коми-словарь, как Google Переворочек? Конечно, конечно. Это разработка лаборатории Цията, и пользуется она большой популярностью. И не только словари есть, но и клавиатуры, раскладки клавиатуры, которые можно на мобильный телефон себе, либо на смартфон установить. Кстати, на выставке «Достояние Севера» как раз Цият представлял возможность загрузки коми-клавиатуры любому желающему можно было для себя сделать. Интересно. Еще один вопрос из Карткироса прислали нам в видеоформате. Давайте, Роман Вениаминович, посмотрим. Здравствуйте. Где можно пройти курсы по обучению разговорному коми-языку? Желательно онлайн. Спасибо. Курсы организует министерство, тоже с Центром инновационных языковых технологий. Учитывая объективные обстоятельства прошлого года, курсы проводились онлайн как раз. Но «Нет худой без добра», говорят. Это выявило очень большую востребованность в изучении коми-языка. И министерство проводит их весной и осенью. Можно уточнить, когда можно будет записаться на курсы по телефону нашему министерскому 301-283. И хочу просто интересные моменты сказать, что у нас, например, обучались на таких курсах сотрудники отдела внутренних дел по Усть-Куломскому району. У нас обучаются на этих курсах депутаты Государственного совета Республики Коми. Очень большой, в связи как раз с востребованностью в коми-языке, будут обучаться сотрудники МФЦ Республики Коми, коми-языку. Поэтому с этой точки зрения мы видим возрастающий интерес взрослого населения к изучению коми-языка. Вообще эти курсы эффективны? Как они себя показали за время, что есть? Ну, с моей точки зрения, очень эффективны. Очень эффективны. Там в доступной, простой форме хорошие учителя учат разговаривать на разговорном языке. Насколько я знаю, они бесплатные. Они бесплатные. Спасибо. Следующий вопрос подготовил Центр управления регионом на основе анализа и мониторинга медиапространства, сигналов жителей в социальных сетях и сообщений на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». В декабре прошлого года Владимир Путин на заседании Совета по правам человека призвал властей держать на постоянном контроле вопрос защиты прав коренных малочисленных народов. В Коми они преимущественно сконцентрированы на севере и являются одной из самых уязвимых групп населения. Какая работа проводится сегодня в республике по поддержке этой категории граждан? Их у нас коренных малочисленных народов севера не очень много. По состоянию на 2010 год, по материалам переписи, других данных у нас пока нет, данных новой переписи мы ожидаем, что они к концу года появятся. Их у нас было 559 человек. Основное количество – это ненцы, немного манси и ханты. Коренным народом малочисленного севера оказывается федеральная государственная поддержка. Они получают ежемесячную доплату пенсии, они получают ежемесячные пособия. Кроме того, законом об оленеводстве, республиканским нашим законом, предусмотрены также материальные выплаты. Хочу сказать, что они по этому нашему республиканскому закону поддержка оказывается не только коренным народам, малочисленным народам севера, но и нашим коми-ижемцам. За основу там взято введение традиционного хозяйствования. У нас очень много коми-ижемцев, которые занимаются оленеводством и ничем не отличаются, по сути дела, по образу жизни от коренных малочисленных народов севера. Именно поэтому законом республики коми предусмотрена их поддержка. Что касается министерства непосредственно, на нас лежит сегодня организация вылета детей оленеводов от мест Кочевий к месту учебы, обучения. И весной от мест обучения опять к местам Кочевья. Мы организуем совместно с администрациями муниципальных образований конкурс на проведение перевозок детей вертолетами. В республике коми закладывается на это в среднем 25 миллионов рублей в год. И детишки у нас, те, которые приезжают на период обучения в интернаты, на лето уезжают опять домой. В Усть-Куломском районе очень нужен центр комикультуры, где разместились бы библиотека, ремесленный центр, музыкальная школа, районный музей. Какую помощь может оказать министерство национальной политики коми в решении этого вопроса? Это обращение от жителей района. Да, вопрос стоит не первый год. Я знаю, что и администрация муниципального образования тоже варианты размещения такого центра ищет. Но, с моей точки зрения, сегодня, наверное, невозможно будет совместить все перечисленные учреждения в одном здании. Хотя бы учитывая требования, которые сегодня к образовательным учреждениям есть, и те, которые, допустим, музыкальная школа, да, что еще сказали? Музыкальная школа, музей, ремесленный центр, библиотека. Да, вот к разным из них разные требования безопасности. Совместить их в одном, наверное, будет достаточно сложно. В качестве помощи, ну, здесь больше, наверное, Усть-Куломский район, кстати, является победителем 2022 года гранта главы республики Коми. О, 21 года, я прошу прощения, гранта главы республики Коми, который можно использовать на любые цели, в том числе, может быть, и подготовку земельного участка для строительства, еще какие-то моменты при проектировании, если такой центр будет проектироваться. С другой стороны, мы знаем, что в селе Жежим, недалеко от Усть-Кулома, есть очень хорошее место, которое Виктор Егорович Напалков, Царство Небесное, с супругой, да, основали там литературный парк. Мы не очень давно там были, прекрасное место, но вот настоящее место притяжения. Может быть, стоит подумать и о создании такого центра на базе этого парка. Там вся инфраструктура практически, ну, либо готова, либо готовится уже. Может быть, в этом направлении подумать. А если вообще говорить о районных центрах Коми-культуры, они же у нас в других районах тоже есть? Ну, где-то есть, где-то нет. Они все, как бы, в своей форме, которая на момент создания считала целесообразным администрацией муниципального образования, вот в таких формах они и организовались. Где-то это центры национальных культур, где-то это просто районные дома культуры, при которых действуют определенные там направления, в том числе и этнонаправления. Поэтому каждый муниципалитет выбирал форму для себя самостоятельно. Вот. Какая будет выбрана в Усть-Куломском районе, надо решать совместно. Еще одно обращение из Усть-Куломского района. Министерству нацполитики хочется пожелать, чтобы увеличилось количество печатных изданий на Коми и русском языках наших местных усть-куломских авторов. Какие планы министерства по увеличению издания книг и брошюр местных авторов на 2023 год? Издательская деятельность, она у нас была и есть всегда. И мы стараемся поддерживать, ну, во-первых, Коми авторов, во-вторых, издания, которые захватывают направленность работы министерства, если можно так выразиться. Что касается Усть-Кулома, то в прошлом году при поддержке министерства двухтомник Вячеслава Бабина был издан. В этом году Усть-Кулом, межпоселенческая библиотека Усть-Куломская реализует проект Усть-Кулом-Литературный, куда входит, ну, несколько таких мероприятий. Вот как раз в реализации этих мероприятий министерство тоже принимает участие. Я знаю, что многие авторы печатаются благодаря грантовой поддержке. У нас этого тоже ведь немало в Республике Коми. Да, безусловно. К нам обращается вообще большое количество писателей, поэтов. В течение года мы стараемся... Есть у нас совет, который определяет не то, что хорошие стихи или плохие, или хорошая повесть или плохая, а именно учитываемость нашего направления деятельности. При согласовании этим советом поддержки этого издания, издания этого произведения, мы планируем средства, ну, на очередной год, средства в бюджете. Вот. По нашему министерству оно в таком виде идет. Кроме этого, есть Министерство цифрового развития, которое курирует все Коми-издательства, все Коми-периодику. В том числе, кроме этого, они и занимаются поддержкой издательских проектов, в том числе и Коми-проектов. У них есть тоже конкурсы, в которых можно участвовать любым писателям и поэтам. Спасибо за ответ. Вопрос от Анны Филимоновой. Каким образом Минацкоми поддерживают федеральные этносоциальные проекты? Автор отмечает, что в последнее время наблюдаются хорошие темпы популяризации этнокультурного многообразия народов России. Да, действительно, если брать 2022 год, было видно, что этнопроекты набирают силы. Наверное, зависит это от многих объективных причин. Но мы, как министерство, увидели то, что к нам за, наверное, последние полгода три федеральных съемочных группы приезжали для проведения съемок именно национальной республики. Им интересен был, что такое Коми, «Что такое Коми-Республика». И мы выступали здесь оператором на территории республики. Приезжал канал «Ключ», который достаточно много сюжетов снял. Мы ждем выхода программы в ноябре-декабре этого года. Последний проект – это был проект «Национальность.ру». Тоже в течение двух дней съемочная группа засняла много наших известных людей. Мы тоже скоро ожидаем выхода этого фильма. И надеемся, что та атмосфера, в которой съемки проводились, и те люди, которые выступили в качестве респондентов этого фильма, сделают очень ярким и незабываемым рассказы о нашей республике. Вопрос от Данилы Рогожина. Куда посоветуете съездить, чтобы прочувствовать всю Коми-самобытность? В какое село? Знаете, в начале сентября в селе Еремеево, 10-11 или 9-10 сентября в селе Еремеево, будет праздник «Вырылышся Гаж». Это праздник охотников, который Троицко-Печорский район проводит на своей территории, настолько удаленной, что добираться, например, с Сыктывкара, там, наверное, придется полтора дня. Но это того стоит, наверное. Да, но если вы туда приедете, увидите, как живут люди, которые занимались исконно охотничьим хозяйством, рыболовством, почувствуете природу вот эту уникальную, я думаю, что впечатлений хватит надолго. Следующий вопрос поступил из Визинги. Интересуется Альбина Николаевна. Нет, извините, еще один вопрос. У нас будет из Прелузья. Оксана Чудова, автор обращения, отмечает, что с 1 сентября в Прелузье коми-язык будут изучать как родной целые классы. Это удалось сделать благодаря большой разъяснительной работе с родителями. Также автор говорит о том, что сейчас важно сохранить интерес к языку у детей и молодежи. Оксана Юрьевна интересуется, будут ли организованы Министерства национальной политики, проекты и конкурсы. Очень рад за Прелузский район. Я знаю, что действительно там, благодаря слаженной совместной работе Министерства образования, мод Коми-Войтер, общественной организацией Коми-Велэлэдэс, была организована разъяснительная работа с родителями. В результате мы увидели, что на 2022-2023 учебный год количество учеников, которые планируют изучать Коми-язык как родной, увеличилось почти на 50%. Мы предполагаем, что увеличится на 50%. Точная цифра появится, наверное, в конце сентября, где-то, сколько человек будет. Но это очень наглядный пример, каким образом можно в Коми-говорящих районах, в первую очередь, да, Прелузия к ним тоже относится, каким образом можно сообща, работать над тем, чтобы Коми-язык не пропадал. Чем больше детей изучает его как родной, тем больше детей в последующей жизни будут его активно использовать. И сегодня, можно сказать, огромное количество направлений, где Коми-язык нужен и востребован. Поэтому мы очень надеемся и будем все посильное свое участие принимать в дальнейшей такой работе в других районах, там, где Коми-говорящий континент. В продолжении темы вопрос от учителя Коми-языка из Кайгородка Татьяны Владимировны. Какая работа ведется Министерством национальной политики Республики Коми по сохранению, развитию и изучению Коми-языка? Автор отмечает, что прививать любовь к Коми-языку нужно с дошкольного возраста. Планируется ли выпуск дидактического материала, игр для дошкольников и для учащихся начального общего образования? Да, совершенно согласен тоже и с Карткировским языком. Меры, которые принимаются сегодня для сохранения Коми-языка, я бы, наверное, в первую очередь все-таки рассказал, сказал, вернее, о Центре инновационных языковых технологий, о котором уже упоминал, который сегодня у нас является структурным подразделением Дома Дружбы Народов. Сотрудники лаборатории, во-первых, официально переводят все сегодня документы, которые выпускает Государственный совет Республики Коми в виде законов и постановлений, все документы, которые выпускает администрация главы Республики Коми, то есть это бюро официального перевода. Большая работа ими проводится по словарям, о чем мы с вами уже говорили. Составление словарей, они занимаются не только Коми и русскими словарями, и русско-Коми-словарями, но и словарями языков финно-угорской группы, разработкой словарей финно-угорской группы. Для того, чтобы Коми-язык с детства прививался детям, мы совместно и с Министерством образования, совместно с подразделениями тоже нашего Дома Дружбы Народов проводим конкурсы для малышей. Были неимес, например, новые имена, где каждый маленький человек может попробовать свои знания в Коми-языке. Есть у нас и разработки по Центру «Джолюк-малышок». Они как раз нацелены на культивирование Коми-языка в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе и методические материалы там разрабатывают. Поэтому можно сказать, что работа ведется по нескольким направлениям. И с моей точки зрения, если это соединить с тем, чтобы в семье начинали говорить по Коми с детьми, это все было бы, это все дало бы нам хороший результат. Спасибо за ответ. Наша программа подходит к концу. Спасибо за детальный ответ и участие в программе. Пожалуйста. Через неделю, 7 сентября, смотрите «Прямую линию» на телеканале «Юрган» с начальником управления занятости населения Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Алексеем Ускюревым. Присылайте свои вопросы. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...